А сейчас о спорте. Соревнования по тяжелой атлетике, парусной регатто и велопробег. О самых интересных событиях этих выходных в нашем обзоре. Мальчишки и девчонки поднимают 100-килограммовые штанги и уже в школе становятся кандидатами в мастера спорта. Тяжелая атлетика – спорт не детский и уж тем более не женский. Хотя заниматься им идут охотно. Пахнет женский. Даже не знаю, как объяснить. Но меня он устраивает. Мне Олег Глебович предложил пойти. Я согласилась. И я начала ходить уже с первого класса. Сын Олега Писаревского Глеб – один из организаторов открытого юношеского турнира, который собрал 44 юных спортсмена из 6 регионов России и Эстонии. У нас соревнования проходят по 18-ти весовым категориям. 10 юношей, 8 девушек. То есть каждый у нас спортсмен, который займется с первого подплетать место, будет кубком. Без медалей и кубкой никто не останется. Главное в таких турнирах набраться опыта выступлений. Легендарды бронзовый призер Олимпиады поделился своими знаниями и со мной. Стоишь, и так как ты не профессиональный атлет, ты можешь просто вот с леконца ножками ее поддать, помочь себе и на прямые руки вытянуть. Даже на детских соревнованиях есть свои приемы и хитрости. Все просто. Кто больше поднял, тот и победил. Спасибо! Никогда мне не хлопали за подъем детской штанги весом в 20 килограмм. А вот школьники с ней справляются легко. И по мнению иностранных участников, спорт в Архангельской области и России на достойном уровне. По сравнению с Эстонией, на самом деле получше. У нас там подвалы, полуподвалы. На штангу ничего, по сути, не выделяется. На ржавых грифах тренировались. Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева проводится только второй год. Соревнования, как и участники, еще весьма молоды. Будем надеяться, их ждет хорошее будущее. Антон Воробьев, Сергей Зимских, Новости 24, Архангельск. Первенство области по парусному спорту – соревнования традиционные. Ему же около 30 лет. Но юных романтиков меньше не становится. За последние пять лет желающих ходить под парусом стало больше. Приходится даже искать новые тренерские кадры. В этих соревнованиях приняли участие более 60 человек из Архангельска, Северодвинска и Мочегорска. У нас гонялись сначала самые маленькие яхточки. Это класс «Оптимист». Это детский начальный класс. В дальнейшем гонялись в классе «Кадеты» и в «Луч-Радиал». В «Лучах-Радиал» гонялись уже более, скажем так, опытные гонщики. Ну, в «Кадетах» там немножко послабее. Ну, и в классе сегодня «Мини-Луч» гоняются, скажем так, уже «Асы». Эти парни учатся с малых лет обращаться со стихией. Да не с одной и вода, и воздух. Парусный спорт кажется таким простым, но эта простота мнимая. На самом деле здесь очень-очень много сложностей. Парусный спорт требует колоссальной физической нагрузки и выдержки. Но это не пугает Юлию Сивкову, единственную девушку-участницу первенства. В то время, как ее сверстницы завязывают банты и носят рюши, девушка завязывает другие банты посерьезнее. Да, английская шнурка. Если дерзнуть за веревочку, она полностью быстро, очень сильно развяжется. А это Роман Востряков. Один из самых опытных участников. За его плечами множество побед в парусном спорте и даже звание чемпиона мира по зиму виндсерфингу. Самое классное – это, конечно же, ветер, мазка и стихии, во-первых, волны. Когда вообще есть возможность их обрабатывать и скользить по ним, дрейфовать, наглиссировать. Участники на воде и ждут старта. Звучит шестиминутный сигнал до начала. Поднимается оранжевый флаг. Это стартовая линия. Следующий за ним флаг с буквой «М». Значит, что соревнуются парусники класса «Луч-мини». Классы определяются по весу лодки. Мини-лучи, например, весят 60-70 килограммов. Пять минут до начала. В воздухе флаг с квадратом. Спортсмены называют его «папа». Старт. Дистанция состоит из двух петель, которые надо обогнуть на парусники быстрее всех. Всего длина дистанции примерно 2 километра. Фаворит гонки виден уже после первой петли. В первенстве приняли участие ребята от 9 до 18 лет. На тренировках и в жизни они друзья. На соревнованиях – соперники. Как заметил тренер Михаил Куршанов, погодные условия выдались идеальные. Тепло, светит солнце, а главное – ветер есть. Но даже несмотря на это, без помощи тренера никуда. Подбирай, подбирай, шкод, у тебя парус болтает, стычу в газовый угол по траве. Последний и самый сложный этап первенства длился весь день. И вот известны имена победителей. Ими стали архангелогородцы. Первое место у Романа Вострякова. Серебро у Максима Пархамчука и закрыл тройку сильнейших бандеровец Сергей. Говорят, главное не победа, а участие. Но для парусного спорта есть поправка. Главное не победа, а то чувство свободы, которое можно получить только на воде и когда парус раздувается от ветра. Юлия Волторнист, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск. Велосипедисты совершили марш-бросок через всю область. Накануне в Архангельске финишировал веломарафон М8 Вейск-Архангельск. За плечами спортсменов 600 километров. 16 человек преодолели их за два дня. С прибытием вас. Да, спасибо. Какие у вас впечатления от поездки? О, здорово. Наконец-то мы финишировали тяжелый марафон. И жара, и холод, и дожди, и ветра, и встречный ветер, и попутный ветер, и голод. Но здорово, мы все-таки сделали это. Маршрут стал настоящим испытанием. Старт из Вельска. Оттуда в деревню Юхнево, Малая Липовка, деревня Петровская, Двинской Березник, Емецк, Сийский монастырь, Бринаволок, Холмогоры и, наконец, финиш в Архангельске. И силы свои проверили, и красотами области насладились. Но самое главное в пути – безопасность. Мы прижимаемся как можно правее, потому что дорога местами очень узкая, и две фуры очень тяжело разъезжаются. Они едут прямо по этой белой обочине. А если мы там находимся, временами приходится просто съезжать на обочину, чтобы машина не зацепила. Идея веломарафона – проверить не только себя, но и дороги. Слоган велоклуба – хорошей дороги хорошим водителям и велосипедистам. Дороги, кстати, не подвели, в отличие от погоды. Мы попали в ливень. И в итоге я остановился и так сильно замерз, что у меня вообще руки сводило, ноги сводило. Я не знал, что делать. Поделал зарядку, погрелся немножко. Участники – даже не профессиональные спортсмены, любители. Но это не мешает им преодолевать себя и планировать покорение новых вершин. Просто испытание, испытание себя. Ну и как такая небольшая ступенька для участия в супермарафоне, который пройдет в следующем году во Франции на 1200 километров. То есть это, по сути, в два раза больше, чем этот 600. Ну, проверка сил. Кто справился с 600, тот с большой вероятностью проедет и большой супермарафон. Юлия Волторнист, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск.